Татьяна Аркадьевна, здрасте. Узнали? Во, это я, Андрюха Мамыкин. А то уже в городе говорят, что вы никого не узнаете. Узнали? Ну во. Доброго здоровечка. Я это, обратиться к вам-то хотел. А поскольку вы же, как его, не общаетесь со мной с момента прошлых выборов в Европарламент, телефон не сымаете, на смс не отвечаете. Ну как еще? Ну как в 19 веке? Это открытое письмо, жанр такой. Во. Слушайте, ну как поживаете? Я слыхал, на пенсию собрались. Уже больше не будете баллотироваться, да, в 24-м? Ну тоже хорошо. Хорошо. Пенсия у вас хорошая будет, достойная. Ну мне ли не знать, какая пенсия в Европарламенте после того, как человек там 20 лет просидит. Хорошая пенсия. Я, кстати, знаете, не завидую. И в ваших карманах деньги не считаю. Ну, в своем не мог досчитаться, малеха. Ну что было, то было. Когда вы это самое, меня обманули-то с разделением мандата-то, записи-то все есть, договоренности, а мандат не передали. Вот. Мне так пришлось, знаете, и по помойкам собирал мусор. За деньги. Вот. Стихи переводил, тоже за деньги. Один сборник вышел. Так что ничего. Мы, Мамыкины, живучие, крепкие. Знаете, я и это, и многое другое, это, простил вам, по-христиански-то. Поэтому, если вам там кто говорит из наушников ваших-то этих, что оборачивайся, ходи, Мамыкина, ищиние, Татья Аркадьевна, по-христиански все простил. Никакой этой самой на вас злобы нет. Даже в церквах молюсь за вас. Ну так, поминаю. Чтоб здоровьица была крепкая, и чтобы, знаете, нормально. Без всякого троллинга вам говорю. Чего нам уже тут троллить друг друга? Я вам что сказать-то хочу? У меня к вам предложение. Ну, типа о сделке. Ну, политической. И вы красиво на пенсию идти можете. И как бы русскому делу поможете, православному, правильно? Вы же русская православная женщина, правильно? И я русский православный мужчина. Чего предлагаю? Вам же без разницы, когда на пенсию уходить. Сейчас или через пару месяцев, когда будут новые выборы в Европарламент, и вы уже сложите мандат. Я хочу вернуться к нашему-то разговору в 2018 году. А вы давайте мне передадите сейчас мандат депутата Европарламента на оставшиеся месяцы. И я скажу вот для чего. Зарплата совсем не нужна. Вы, может, слыхали, что на меня уголовку завели, уголовное дело. Ну, типа там геноцид, шминоцид военный. Это СГБшники, да. А у вас же все время, во-первых, вы как-то так с ними всегда, что и все дела у вас закрыты там были. А мне-то они же не простят-то, заразы. А тут какая-то же коллизия может быть. Если я вместо вас на несколько месяцев встану сейчас, ну, как договаривались, с депутатом Европарламента, они же вообще, они же представляете эту картинку, они евродепутата будут арестовывать, всю тюрьму сажать. И мне поможете, и детей сиротами не оставите, да. И это самое, и делу русскому. А я-то уже, я понимаю, что вы устали там на этих пленарках сидеть. А я-то им дам же профукаться. Я же каждую пленарку буду, такие спикинг таймы брать, там рассказывать про русских пенсионеров, и русский язык, и школы, что мало не покажется. Я, знаете, вас не посрамлю, как ваш преемник, в этом можете быть уверены. Но вы же помните, кто ходил на акции защиты русских школ, вы да я. Да все, это же, мы же всегда. Это вот такое дело. А второе дело-то, вы же смотрите-то, это если, как силы не оговорит, это наша порноактриса, она сейчас премьером стала. Ну вот Латвии новости вам рассказываю, какие есть. Так она говорит, что надо еще отбирать гражданство натурализованных. Так это же мой случай, я-то потомственное гражданство так и не доказал, натурализовался, да. И вот представьте, они тут арестовывают евродепутата, еще и гражданство от него отбирают. Это, представляете, какое будет вообще, ух, движуха на всю Европу. Это может помочь и вот всем, кто борется за права русского. А я не побоюсь. Я буду говорить, что буду говорить. А в 24-м годе, как обещал вам еще тогда, я ни в какие, это самое, в евродепутаты не пойду. Я уже тогда ушел из политики, еще в 19-м делал заявление, что все, больше нет. Так что я слово держу. Сколько звали меня? В 20-м, 21-м, сейчас в 7. Мне я сказал, ребят, я ушел, я пусть борются. Так что так. И вы, может, вот если вы как правозащитница, вот так бы мне бы помогли бы с этой уголовкой, это было бы дело хорошее. Мы бы, знаете, все бы вам спасибо сказали. А в 24-м, вы тогда этого самого Таню Андреец поставьте первым номером по Европарламенту. Будет красивый ход. Что говорите? Что решили на правление Митрофанова? Да ладно. Да нужен вам первым номером тот эсэсовский сынок. Вы чего, Татьяна Аркадьевна? Послушайте, был я на тех правлениях Русского Союза 100 тысяч раз. Там, как вы скажете, так они и решат. Придите, перерешите по-тихому. Пусть будет Таня Андреец. Это будет красиво. Девчонка очень плохо сидит. Правда, Татьяна Аркадьевна? Потому что не заступились вы за нее. Даже денег не дали. Народ собирал ей. На конверты, на посылки, на счет в тюрьме. Да и так, если честно, Татьяна Аркадьевна, восьмой десяток лет, а? Шикарный дом у вас, салат Гриви. Царникове, простите, Царникове. Соседи у вас замечательные. Олег Буров там живет. Анри Матис рядом. Прямо, министр бывший. Квартира эксклюзивная в Риге. В Страсбурге тоже гостил, слава богу. И в Брюсселе у вас шикарный апартамент. И выплатили уже, да? Ну вот, слава богу. Ну вот так хватает, чтобы достойно встретить старость. Ну а куда вам? Семьи нет. Детей нет. Мужа нет. Ну куда вам это все? Вы что, маринуете их, что ли, по трехлитровым банкам, эти деньги? Может, сделайте такое, а? Чего хорошее-то для Тани Андреевца. Спасибо, вам многие скажут. Ну и мне, может, поможете. Вот предложение-то в силе. Или вы в самом деле будете радоваться, когда увидите меня в тюрьме на пожизненном заключении по статье 74. И точка 1. Правда? Вам так нравится? Ну не извините. Решайте. На всякий случай буду ждать ответа. В любом виде. И по телефону, и на фейсбуке, и на студии РСН, где хотите. Я везде за вами наблюдаю. Ну и это самое. Не хворать на всем. Сейчас тут же опять гриппы, осень. Давайте. Жду ответа. Давайте.